В декабрьские дни 41-го года события легендарной московской битвы стали разворачиваться в пользу Красной Армии. Бесстрашные защитники перешли в наступление по всему фронту, отбросив врага далеко за пределы столицы. Это событие по праву называют переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. Почтить память героев того сражения, своих погибших родственников и всех, кто противостоял фашистам, к мемориальному комплексу «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедева пришли военнослужащие, учащиеся 1-го московского кадетского корпуса, молодогвардейцы и просто неравнодушные жители Нахабина. Мы пришли из-за того, чтобы почтить всех усопщих, которые умерли. Именно за нас они погибли. Бились, старались. У меня отец погиб на фронте под Сталинградом. И я родилась, он ещё меня видел, а я его не помню и не видела. А родители в Москве его жили. Вот и всё. Дедушку и бабушку я знаю, а отца не видела и не знаю. У меня только над кроватью его портрет висит. 82 года назад на этом месте шли ожесточённые бои. Отборные дивизии вермахта столкнулись с теми, кто был готов до последней капли крови защищать родную землю и не позволил врагу занять столицу. Среди них и лейтенант Павел Гудз, чья смелость вдохновляла тысячи воинов не сдаваться и идти вперёд. Павел Данилович Гудз, ещё тогда, будучи лейтенантом, на танке КВ-1, а кто не знает КВ, это Климент Ворошилов, в одиночку против 18 немецких танков подбил 10. Об этом великом подвиге узнала вся страна. Таких подвигов в 1941 году ещё было мало. Это имело невероятный психологический эффект для всей страны. Память обо всех, кто приближал победу и не отдал ни пяди родной земли, присутствующей почти минутой молчания. К подножию мемориала по традиции легли красные гвоздики.